Сейчас я хотел бы вам здесь немножко прочитать о том, как определяет любовь мать Мир Альфа со сподвижностью Шри Арабинда. У неё есть интересные такие по этому поводу заметки. Она говорит, что любовь – это не сексуальная связь. Она говорит путём исключения того, что нельзя назвать любовью в высшем понимании слов. Любовь – это невитальное притяжение и взаимодействие. Любовь – это не жажда сердца в привязанности. Любовь – это могущественная вибрация, происходящая прямо от Господа. И только самые чистые и самые сильные способны воспонимать, трансформировать и проявлять его. А быть чистым – это быть открытым только влиянию Всевышнего и никакому другому влиянию. Вот далее она говорит о таких стадиях ещё любви, как она трансформируется. Ну, по сути, вот одна, другая, третья, четвёртая стадия. Вот она говорит так. Сначала любишь только тогда, когда сам любим. Сначала любишь только тогда, когда сам любим. Затем любишь непосредственно. Но желаешь всё-таки ответной любви. Любишь – ну, приятно было бы, если ещё и тебя любили. Затем любишь, даже если не любим сам. Но ещё хочешь, чтобы твоя любовь была принята. Уже близко, так сказать, к главному, да? Наконец, любишь чисто и просто, без другой потребности, кроме радости, самой любви. Вот так трансформируется вот это чувство в человеческой, так сказать, среде у человека, безусловно, стоящего на духовном пути. Ну, не просто так, да, вот. Потому что у всех обычно это первая, вторая ступень, да? Когда сам хочешь быть любим и желаешь ответной любви. Вот это вот то, что в основном и движет людьми, когда они в эти отношения вступают. А вот здесь начинает проявляться нечто иное. Вот Шриуробинда тоже спрашивали, тоже его спрашивали, вот по поводу отношений между мужчиной и женщиной, как это надо рассматривать, какие варианты, какие ограничения. Они, поскольку вообще делают много сейчас проблем, вот вопросы пола, там, как, на Востоке говорят, что мужчина вообще к женщине, если он хочет что-то духовное достичь, он должен вообще просто перестать на неё смотреть, чтобы его тошнило от женщины вначале, а потом уж и спокойно всё это взирать. Лет, говорит, через 40 вы будете уже спокойно смотреть на женщину. Ну, молодые люди сейчас такой перспективы, наверное, не хотят, да? Когда их так напугают, и они вначале тоже пытаются это делать, то, в общем-то, бороться с молодой здоровой натурой, вот её куда-то угнетать, это вообще, ну, по-моему, это просто преступление. Деформировать психику – это вообще глупая вещь. Поэтому всё должно быть именно в такой божественной гармонии на каждой стадии, так сказать, человеческого развития, в части, так сказать, духовного развития. Всё должно, само собой, как бы образовываться, не должно быть никаких подавлений, не должно быть никаких битв там с чем-то, да? Потому что эти долгие битвы, безусловно, приводят к совершенно, так сказать, противоположным последствиям, чем хотелось бы достичь. Вот эти факты, ну, достаточно известны, поэтому говорить на эту тему даже не хотелось бы просто. Вот его спрашивают, ученик. Допустим, человек, стремившийся к духовной жизни, женится. Что может с ним произойти? Если такой человек женится, отвечает Сергей Робина, могут произойти три вещи. Если это обычный брак, то он может опуститься на низший уровень сознания, не говоря уже о заботах, треволнениях и ответственности, которые лягут на него бременем. В этом случае он может утратить стремление к высшей жизни и совершенно измениться за счёт влияния на него женщины. Ну, тривиальный брак, тривиальная женщина, он вроде бы хотел чё-то духовного, а там а-а-а-а, и пошло-поехало. Деньги зарабатывай, и всё. И он скис, нету, да? Нету, погиб. Хотя и готов, может, и душа созрела, и вот пошёл бы, но вот так случилось. Вот это. Второй вариант. Он может быть совершенно уничтожен духовно в браке. Совершенно уничтожен духовно в браке. Вот такой бывает. Там масса всяких в голову всплывает, враждебные силы там начинают, а вот ты женщина, это нельзя, ну и всё, конец. То есть чуть-чуть впрыснуть, так сказать, не вот этого сомнения, конец. И далее, третий вариант, наверное, он может понравиться. Ну, варианты не все такие погубные, да? Или же, если он найдёт правильную женщину, правильную женщину, это будет для него колоссальной подмогой. Правильную женщину. Правильно это не обязательно, но она ему должна плечо подставлять. Вот. Ну, она должна быть неким всё-таки поляризатором. Она должна вот эту поляризацию сохранять и уж особо так его не ходить, не лелеять. То есть вот здесь правильная женщина – довольно широкое понятие. Кому что нужно, да? Потому что правильная женщина кому-то нужна действительно просто подмога и подпора, да? Такая вот в духовной работе. Кому-то напротив вот этот поляризатор нужный. Тут вопросы очень такие сложные. Правильная женщина – это всегда хорошо, наверное. А вот правильная женщина, наверное, правильный мужчина нужен, да? Он что-то говорит всё время со стороны мужчин как-то, а женщина, наверное, тоже что-то нужное. Правильный мужчина, наверное. Тогда это будет колоссальной подмогой. Перефразируем его, да? С его позволением. Вы можете написать, да, вот он обратился, там письмо было, что Шри Робинда не верит в брак в его нынешнем виде в обществе и в институт брака. Он не ставит никаких требований, жениться или не жениться, и оставляет этот вопрос целиком на усмотрение самого человека. То есть нельзя давать ни советов, ни каких-то категорических всяких там запретов, разрешений. Это самая великая глупость. То есть вообще путь сам по себе духовный, это путь индивидуальный, и все, так сказать, нюансы, все эти вопросы, так сказать, взаимоотношения с другим полом, это чисто индивидуальные вещи. Каких-то вот схем жёстких, вот таких глупых, ну это просто варварство, наверное. Это где-то, может быть, на начальных этапах вот этой вот тюремной духовной работы, вот такой принудительной, выдвигались какие-то требования. Ну, сейчас настолько люди, я думаю, уже в творческом плане, ну, тот духовно созревает, имеют гибкость определённую, что они сами разберутся, что и как им в этих вопросах делать. Потому что это очень тонкая вещь, и вот туда внедряться и влезать, это нельзя, просто нельзя. Да, вот ещё. Для человека, который стремится к высшей жизни, ну, к жизни там, божественной, типично, особенно для тех, у кого сильное и витальное существо, иметь склонность к витальному наслаждению и витальным взаимоотношениям женщины. Штир Робинда, это он по себе говорит, не имеет против того никаких возражений, как и получению опыта и осознанию. Дайте бог. Человек должен пройти через какие-то определённые этапы. Даже если он встаёт на духовный путь и знает, что есть какой-то там максимум, что должна быть любовь психическая, ну, там, как финал, то не пройдя определённых стадий, не проработав, нельзя покорить вот вершину без базового лагеря. Да, вот есть какой-то базовый лагерь, но это потом идут дальше, как альпинисты. Какие-то этапы всегда есть. Это очень важно. Это помнит. И дальше. Да, вот он сказал вещь-то. Или же, если он найдёт правильную женщину, это будет для него колоссальной подмогой. А его спрашивают, как найти для брака правильную женщину? Правильную женщину. Ну, давайте, Санька, он ответит. Как он ответит на эту тему. В таких делах нет жёстких и быстрых правил. Всё это нужно искать по внутренним ощущениям. Это не наука, это искусство. Искусство души, скорее, да? Даже когда между двумя людьми есть единение на уровне психического, другие части, ментальное, витальное и физическое, одного человека могут конфликтовать с соответствующими частями другого. И все достижения психического существа могут быть искажены в результате этой дисгармонии. Вот можно родиться в духе, но если эго ещё не нивелировано, если эгоистически сохраняются какие-то наши, так сказать, тела, может быть, не в сильной форме, но даже в остаточной, то между ними может быть конфликт. Вот поскольку только полное растворение, полная трансформация даёт возможность бесконфликтно существовать. Поэтому он говорит, пока остаются вот эти эгоистические моменты, они способны вызывать даже, так сказать, после духовного рождения конфликт. Труднее всего, да, если же психическое существо преобладает в каждом из них, то все такие противоречия могут постепенно сгладиться и проясниться. Труднее же всего достичь духовных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, духовно. Мужчина, стремящийся к высшей духовной жизни, ищущий божественное сознание истины, которая есть Пуруша, если он встречает правильную женщину, женщину, которая есть в его шакти, то есть его сила, то его духовная жизнь, которую он призван воплотить, обогащается и обретает полноту. В таких взаимоотношениях между ними также есть единение на уровне психического. То есть он говорит, вот если эта половинка, вибрационная половинка тебе соответствует, то она определённым образом помогает в полной мере тебе раскрыться. Но это душа ищет, это не просто ты в жизни это выберешь. Это должен быть открыт тот орган, который сделает абсолютно безошибочный выбор, правильный выбор. Так, ну а теперь поговорим о божественной любви, о состоянии божественной любви, не божественной любви как вины состояния. Это то, что определить нельзя, это есть некое состояние, состояние, но какое-то словесное выражение не вписывается. То есть это любовь тотальная, любовь с вовлечением нашей истинной сущности и физического тела в вибрации этой любви. Поскольку физическое тело наше в вибрации божественной любви, ну в таком, я бы сказал, кульмиционном или ярком что ли примере, во время оргазма только вот оно как бы вовлекается вот в эти вибрации на короткий промежуток времени. То есть вот чуть-чуть и вот ушло. То есть это некая имитация, некая форма что ли, ну опыта, вот эта вибрация. То есть вот это состояние, когда вовлекается клетка тела, то есть всё физическое наше существо. Но это состояние само по себе, оно не может быть ну как бы острым вот постоянно. То есть это состояние, которое способно проявиться тебе как аванс, то тебе могут показать, как говорится, вот показать, что есть эта форма как бы тотальной божественной любви, тотального состояния вот этой любви существования. Это когда вот сход идёт вот этой супраментальной силы или вот преображение вот это, когда всё твоё тело, всё твоё тело на клеточном уровне полностью-полностью пребывает в поле вот этих божественных вибраций. Это какой-то вселенский оргазм, но оргазм не есть, так сказать, приходящий, а есть состояние. Это то, что держит тебя буквально в этом состоянии такой абсолютно невыразимой экстатической любви, когда ты понимаешь, что ничего в этом мире, кроме любви, не существует. И что Бог есть любовь, эта формула, она, ну, абсолютно. То есть это даётся тебе некий аванс, такое именно подтверждение того, что ты идёшь правильно по этим путём, и что вот есть это состояние, что тебя не обманывают, что это не домыслы там каких-то теоретиков от духовной работы. Это действительно переживание, удивительное переживание. И это дибрационное состояние, оно чем характерно? Ну, если говорить о какой-то физике, то в каждой точке пространства действительно есть напряжённость этой силы божественной. И в самой глубине материальности, в самой глубине нашей материальной структуры тоже эти вибрации есть. Они замурованы, находятся под спудом материального, и там на самом дне они есть. И когда соединение происходит вот этого верха и низа, верха и низа, вот этого, то, что в пространстве, то, что внизу, то вот тогда и в результате этого короткого замыкания и разгорается вот это вот вибрационное пламя любви. Это белые вибрации, это вибрации белые, которые вообще слепящие, они всё пространство, то, которое ты можешь обозреть, они заполняют, и ты в этом поле. То есть, это ощущение, в котором нет вопросов, вопросов задавать нельзя, потому что вопросов нет, есть ответ на все вопросы, ты понимаешь, что кроме этого состояния ничего не существует. А мы же вопрос всегда задаём, когда не понимаем, а где вот, куда идти, да? А тут понимаешь, вот это вот то, куда в конце концов всё-таки человек должен прийти, да? Ну, не сейчас, не бегом, но это ответ на все вопросы. Потому что все остальные вопросы, если мы не знаем вот этого состояния, они всегда, так сказать, от того, что мы этого состояния не знаем. И узнав это состояние, вопросы вообще все отпадают. Так же, как после духовного рождения вопрос о том, есть смерть или нет, тоже отпадает. То есть, есть состояние, в котором ты переживаешь, когда снимают все вопросы. И скучно смотреть, читать, когда там люди полемизируют по каким-то там несуществующим проблемой, раздувают. И поэтому, когда ответ уже получил, в переживаниях получил, то понимаешь, ну, всё это вот чисто человеческое, там можно запутаться и не выйти. То есть, любовь действительно такая сокровенная, реликтовая, она на материальном уровне проявляется. То есть, вот сам акт рождения, неважно чего, и вот это ощущение где-то на прикорневом уровне, где вот эти вибрации возникают, это действительно говорит о том, что Вселенная, это она родилась, так же, как и рождается, рождается, и человек, как бы, ну, зачинается человек вот в этом, как бы, вибрационном, клеточном оргазме. Это уровень клеток. Обязательно затрагивается материальная структура, обязательно. Это не философия, это материальная, значит, структура, вся вовлекается в этот процесс. Вот в этом, вот это и чудо, чудо. В современном человечестве, вот в нашем состоянии, вот этой любви периодически, ну, большей частью крактовременной, иногда это бывает, вот, испытывают лишь те, это действительно успешно идёт вот по пути сознательной эволюции, и достигают где-то этапов близких к трансформации внутренней, когда супраментальная энергия способна уже, или божественная сила проникать на уровень материальный, на клеточный уровень, чтобы было понятно, вот о чём идёт речь. Вот я привожу всегда этот пример, который я в книге «Свобода от смерти» поместил, вот когда меня это состояние охватило, это было, конечно, фантастико. Это было до духовного рождения, то есть вот те самые вибрации пространственные, то, что у меня в материальном теле, и у каждого человека, безусловно, тоже вибрирует. Вот они соединились, это было удивительное соединение. Я сидел, переписывал книгу, не книгу, а отрывки из «Огней йоги», вечером сидел, переписывал, это было где-то часов 11 вечера, и всё началось с ощущения покалывания, переходящего в вибрации во всём теле, не захватывая пока голову. Несомненно, что покалывания вибраций возникли на периферии, непосредственно в клетках. Затем поток вибраций усилился, начал подниматься к голове и сконцентрировался там, то есть снизу был поток, сверху пошёл поток такой мощный, с продавливанием плотной энергетической массы, а потом начался подъём снизу, то есть как бы с материальности начался постепенный вибрационный подъём. Вот кундалини, оно поднимается вдоль позвоночника, вот где-то строго, так сказать, по этой трубке, а здесь именно началось со ступней, и вот выше, 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 то есть стал одеваться вот в этот вот самый такой божественный вибрационный костюм какой-то, вот он за тебя прям натягиваться стал. Эти вибрации удивительные, вот хотелось, чтобы они тебя вообще всего съели, растворили, вот и всё. Но пока ещё не было вот этого ощущения тотальности, это просто были физические ощущения, но они ещё не переросли в состояние любви. Было просто приятно, то есть состояние приятное, то есть благостное, ты хочешь открываться, ты не мешаешь этому процессу. Хотя если бы я, ну, был человеком сомневающимся, я, наверное, бы быстро это прекратил, поскольку, ну, если вдруг ты ощущаешь, что твои ноги заполняются, начинают подниматься каким-то совершенно непонятными вибрациями, то можешь сказать, ну, там, аж парализация какая наступает. Знаете, люди-то мы, это самые такие, всегда, вот, всё думаем о худшем обычно, да, вот, чтобы в больницу не попасть нам или ещё куда-то. На самом деле, мы спугиваем иногда замечательные совершенно переживания именно своим страхом. Ведь многие люди могли испытать действительно эти переживания ещё до того, как там в духе-то родились. То есть, аванс могли получить. А малейшие и малейшие шевеления вот возникли, человек сразу начинает вот побаиваться. Я всегда говорю, ничего не бойтесь никогда. Согласитесь умереть, будете жить вечно. Это факт. Вот. Поэтому бояться чего-то просто не надо. Потому что, если вы этот путь выбираете, то любое переживание – это благость. Любое, так сказать, ощущение ваше, оно не должно спугиваться вашим вниманием. Пусть оно разовьётся максимально, без вопросов, без оценок. Потому что будут оценки, всё, включится ум. Даже если в позитивном плане он включится. Вы захотите, чтобы продолжилось. Как только что-то заходить – всё. И продолжения не будет. То есть, вмешательство нашего рационального ума – это губит, губит массу таких совершенно знаковых переживаний, которые могут развиться гораздо раньше. Ну, они потом развиваются. Но могут это гораздо раньше себя реализовать, человек. Именно вот страх, именно вопросы. Вот. Значит так. Затем поток вибраций начал подниматься к голове и сконцентрировался там. В этот самый момент, словно по мгновению волшебной палочки, посредством срабатывания какого-то внутреннего переключателя, произошло чудесное тотальное изменение сознания. Описывая его, я буду вынужден расчленять свои ощущения, хотя на самом деле всё это воспонималось одновременно. Первое, что бодным потоком захватило меня целиком – это тотальная телесная клеточная радость. Практически одновременно с ощущением телесной радости возникло острое тотальное чувство любви. Слияние радости и любви вызывало ощущение, что само тело, сотканное с субстанцией любви, ничего другого, кроме этой субстанции, в природе больше не существует. Нет ни печали, ни страданий, ни смертей, ни болезней, только любовь и единство всего сущего в любви. Эти ощущения на уровне клеток тела имели физическую основу. Ничего общего не было с так называемым изменённым состоянием сознания. Сон, галлюцинации, я медитацией ничем не занимался. Окружающая обстановка воспонималась совершенно необычно. Полутёмные комнаты и все предметы в ней, находящиеся, стали самосветящимися с преобладанием белого вибрирующего света. Именно эта светящаяся белая вибрация каким-то удивительным образом связывала комнату и расположенные в ней вещи и предметы воедино и делала всё живым, реальным и подвижным. Моё тело также находилось в поле этой вибрации. Исчезла жёсткость восприятия вещей, они стали пластичными. Я сам стал каждым из этих предметов и всей комнатой одновременно. И всё это любовь и радость. Вначале я в растерянности и оглушённости сидел за столом, боясь пошевелиться. Боясь не потому, что я боялся переживания, чтобы его не спугнуть. Думаю, сейчас двинешься, и оно прекратится. Мне хотелось, чтобы оно было долго. Ну, во всяком случае, не мешал я ему. А если бы боязнь помереть в этом переживании, да тут я готов сто раз умирать. В этом состоянии вообще вот и есть то, что желаемо. Какая там смерть. Это состояние просто фантастическое. Я боялся пошевелиться. Потом встал, потихонечку встал, подошёл к двери, оглядел комнату. Просто стал ходить, и всё это было. Никуда это не исчезает. И такое вневременное вибрационное единство всего сущего, сотканного из субстанции радости и любви, было единственным реальным ощущением бытия. Внутреннее чувство было такое, что именно это состояние сознания есть истинное. Не возникало никаких вопросов, потому что именно в этом состоянии содержались ответы на все вопросы. То есть, вопросы исчезли. И сколько это чудесное переживание длилось по времени, мне трудно сказать. Течения времени не было, время остановилось. Я хотел просто пройти в соседнюю комнату. Там жена, там что-то она делала, я не помню. Ну, неважно что. Я хотел, чтобы посмотреть меня со стороны, вообще, что там такое-то. Я думаю, что это было бы видно и наблюдателю. Но вот когда я решил это, так сказать, проверить, то всё это как поспало. А то мог напугать, наверное, там вообще, может быть, в сумасшедший дом бы там кое-кто попал. Ну, как Матавилов же потом с Серафимом Саровским, он же видел вот его вот эти вот вибрации. То он говорил, что он видел его. Потому что, наверное, можно было его видеть. Потому что всё поле было вобрано вот так. Это не моё было ощущение. Я вот этой всей комнатой был. То есть, такое, конечно, шизофреническое состояние. Ну, если бы это вдруг кто-то увидел, может быть, вот, ну, наверное, это могло быть потрясением, я не знаю. Но, наверное, поэтому и прекратилось это переживание. Вот. И потом у меня впоследствии подобные переживания возникали ещё несколько раз. Но именно вот тогда, давно, несколько раз они возникали. Но это уже во сне. Я просыпался, и вот этот белый свет комнату наполнял. Я просто лежал и так вот смотрел, всё это вибрило, а потом как-то стихал. То есть, в этот период, наверное, что-то происходило во мне на клеточном уровне. Но самое главное, что в этом состоянии, в этих состояниях, вообще ничего делать нельзя. То есть, это состояние, когда ты, ну, просто лишён всякой деятельности. Оно само-псеверо состояние, и есть вот, как бы, ну, какой-то финал. А надо, наверное, работать, надо, наверное, что-то делать, да. Поэтому в этом состоянии уже работать нельзя. Это состояние – это полная безработица. Вот только получение этой радости. Но на Землю приходит не то, чтобы получать просто радость, а где даётся аванс, где что-то показано, что есть вот такое состояние. Дальше надо работать. И потом это состояние всё-таки уже в дальнейшем, оно укрепляется в клетках, но растёт оно постепенно. Это уже не острое состояние, а это вот такое тотальное и постепенно-постепенно вбирающее вот в поток каких-то глубинных уже вибраций, вот состояние, так сказать, той самой любви, любви, сострадания, вот отношение к миру совершенно иного. Оно рождается именно действительно на клеточном вибрационном уровне. Оно наполняет, наполняет, наполняет. То есть, это постепенно идёт уже наполнение. То есть, фундаментальное наполнение. Острое состояние, ну, вот оно острое, да. А фундаментально наполняется уже тело постепенно. По мере формирования новой вот этой вибрационной структуры. Здесь просто как бы, ну, если говорить, может быть, языком художественным, да, загрунтован холст. Вот какая грунтовка произошла, да. А уж потом здесь уже рисуется или вот внутри уже формируются вот эти новые структуры. Видно, что-то нужно, на что положить, вот, ну, как бы взболтать эту материю, чтобы дать возможность там уже сформироваться чему-то новому. То есть, это не просто так вот тебе дают вот какой-то фокус, да, феномен. Он, безусловно, выполняет какую-то трансформирующую базовую роль там внутри. Вот, но это не значит, что вот у каждого должны быть какие-то вот феноменальные просто явления. Может быть, так сказать, вот проявление абсолютно, так сказать, ну, как бы неяркое, но фундаментально последовательное внутреннее. И это чувство, оно просто возникает со временем. Ты укрепляешься, вот эти вибрации, они есть в теле, но они воспринимаются неостро. Это, наверное, даже самый лучший вариант, потому что острые варианты могут вообще человека, ну, как-то, может быть, напугать немножко, да. Вот, потому что есть всегда какие-то, ну, индивидуально для каждого человека, вот у этой божественной силы, свои формы взаимодействия и формы построения вот этой нашей истинной сущности. И вот это действительно единая вибрация, ты её ощущаешь, она пронизывает всю Вселенную, это соединяется в пространственные вибрации, вибрации света, истинной любви. И вот Иисус говорил не случайно, что Бог есть любовь, и вот это определение. По-другому Бога определить нельзя. Когда говорят, что Бог есть энергия, те, кто вроде бы принимает Бога, то это всего лишь, так сказать, ну, полуправда, да. Энергия, а где психическая составляющая? Бог есть любовь. И любовь, энергия, тут вообще первое место слово энергии не скажешь. Потому что ощущение любви на первом месте. Ты понимаешь, что это энергия, поскольку там что-то вибрирует, да? Но слово энергия напрочь, оно уходит, и не знаешь, это слово забываешь. Потому что на первом месте слово любовь стоит. Вот, в переживании. Поэтому действительно мир, он и возник именно из вот этой вот вибрации, базовой вибрации любви. И когда Иисус говорил, да любите друг друга, как я возлюбил вас, своим ученикам, я вообще говорил о любви, то христианские религиозные деятели, они стали говорить о любви как о средстве, как о средстве достижения, там, царства Божьего и жизни вечной. То есть, они подменили результат средством, сказали, что это средство. Любите, стремитесь, любите сильнее. То есть, вот это совершенно, так сказать, противоположное направление, это, так сказать, вот в части христианской любви, что её надо культивировать, что надо пытаться любить, что надо любить, что без любви ничего не получается. Правильно, но это результат. Результат работы духа, результат работы стяжания той силы, которой ты должен открыться в практическом смысле. Любовь приходит, её культивировать нельзя. Вот такая подмена произошла. И вот интересно, тут мать, я тоже, она написала по этому поводу, где-то у меня есть записка, она тоже её, вот она тут говорит о любви в Агенде, в пятом томе. Человеческая любовь, то, что люди называют любовью, даже самое лучшее, даже взятое в её чистейшей сути, это что-то, что на одного направлено, а на другого нет. Нет, любят каких-то людей, иногда любят лишь несколько качеств в людях, любят некоторых людей, а значит, такая любовь частично ограничена. И даже для людей, не способных ненавидеть, есть какие-то люди и вещи, которые им безразличны. Любви там нет в большинстве случаев. То есть, речь идёт о полном равнодушии, что кого-то ты избирательно там любишь, кому-то относишься исходительно. То есть, всегда есть градации, всегда есть какие-то оттенки, либо полные неприятия, либо какие-то оттенки этой любви. То есть, нет вот этого покойного, ровного отношения к другим людям. Вот она об этом говорит. Эта любовь ограниченная, частичная, обусловленная, да к тому же ещё и нестойкая. Более того, человек, я имею в виду человеческое существо, не способен постоянно ощущать любовь с одинаковой интенсивностью. Временами ненадолго она становится очень интенсивной, очень сильной. Временами она уменьшается, иногда совсем засыпает. И причём я беру самый лучший, я не говорю о возможных отклонениях, но о чувстве, лучший случай, но о чувстве, которое люди называют любовью. О чувстве наиболее близком к истинной любви. Это чувство таково. Ограниченное, частичное, нестойкое, переменчивое. И потом вдруг, без перехода, меня словно окунули в купель любви Всевышнего. Вот она это состояние опышивает. Вот как туда. Раз, это как будто душ какой-то там, такой колючий со всех сторон, но настолько колючий приятный, что, ну, если он колючий, то по любви колючий. И потом, вдруг, без перехода, меня словно окунули в купель любви. Ощущение чего-то безграничного. Другими словами, в пространственном восприятии, она повсюду, она запредельна восприятию пространства. Но в ощущении пространства она везде. Это некая однородная вибрирующая масса. Вот удивительно. Вот именно однородная вибрирующая, это вибрация. Однородная, там нет никаких дефектов. И ты и тело не ощущаешь. Это не тело, а это вот эта вибрирующая масса, которая вот есть всё. То есть твоё тело всё. Всё вокруг, что в поле этих вибраций попадает. Она неподвижная, но при этом ни с чем не сравнимая интенсивностью вибрацию, которую можно описать как тёплый золотой свет. Но это не точно, она намного чудеснее этого. Она одновременно повсюду, везде одинаковая, без градации вверха и низа, неизменно с одинаковой интенсивностью. Это свойственно божественной природе. Нечто, очень трудно вырасти этими словами, одновременная абсолютная неподвижность и абсолютная интенсивность вибрации. И не случайно в Евангелии от Фомы, когда ученики спрашивают Иисуса, как Отец, как определить Отца? Иисус говорит, это движение и покой. Движение, вот это вибрация и покой. Вот в этом движении, вибрационном покой, удивительный покой. Ну плюс любовь, да, это движение и покой. Это то, что бесконечно быстро вибрирует, а в то же время это фундаментальный покой, который можно определить вот словом «любовь». И далее она говорит. И это любит, вот это состояние любит, да, но нет ни Господа, ни вещей, нет ни того, кто любит и кого любит. Это любит. И как объяснить, что это такое, это невозможно. Это любит и всё и повсюду, и постоянно, одновременно. Это не ушло, и теперь это больше не сможет уйти. То есть само это состояние потом, вот из острого состояния, оно постепенно-постепенно переходит в фундаментальные ощущения клеток. Вот когда, ну это на это время нужно, когда действительно нарабатывается вот эта новая структура, эта новая структура, она в единстве со всем сущим, а в основе всего сущего лежит любовь, и поэтому ощущения, вот постепенно-постепенно, так сказать, вот то, что касается отношений людей, это уже не персональное. Вот если все формы любви, которые мы разбирали, включая психическую любовь, всё-таки это персонально как-то относится, да, к кому-то, то это, ну, ко всем людям. Неважно, кто он, что он, зачем и почему, то есть вот это фундаментальное чувство, оно распространяется и на всех людей, вообще на весь живой мир, на всё сущее. Но это не значит, наверное, что что-то персонально-индивидуально не попадает в объект твоего внимания, да, это, наверное, я бы сказал, но это уже не важно, это уже не важно. То есть вот это чувство, оно постепенно-постепенно наполняет, вот, трудно сказать. Спасибо.